Добрый день, я постепенно пополняю коллекцию своих кубоидов, производители навыпускали их довольно много и сегодня я хотел бы рассказать о двух версиях кубоида 3х3х8, название которого Super 3х3х8 версия 1 и версия 2. Вторая версия у меня была и вот версии первую я докупил и объединю их в одном видео. Мы видим, что кубоид в коробочке находится свободно, есть зазор, если закрыть, то можно потрясти и он будет перемещаться. Все потому, что коробочка предназначена сразу на несколько моделей, так часто делают. И мы видим, что галочка стоит там, где 3х3х8 версия 1. Это, я так понимаю, свежая партия, это более древняя, здесь вместо красного цвета розовый. Версия 1 с красным цветом, версия 2 с розовым. Чем же они отличаются и как же они собираются? Для сравнения я здесь достал кубоид 3х3х9. Он не crazy, не super, но он версия 2. Видим, что на один слой побольше. Если поставить рядом трешку, то трешка размером с 3х3х9. Чуть меньше получается, а 3х3х8 на один слой ниже. В чем разница? Если мы вращаем верхний слой, ну белый, на версии 2, то кружок вращается вместе с ним. Если на версии 1, то крайние элементы поворачиваются, а средние остаются на месте. Кружок получается фиксированный. Если мы посмотрим на противоположной стороне, как это выглядит. На версии 2 мы можем вращать, ну желтый слой. Можем вращать два слоя вместе. Можем вращать отдельно второй слой. На версии 1 мы можем вращать крайний слой. Можем вращать два слоя вместе. Ну, в принципе, можем делать все, что угодно. Разницы особой нет. То есть, это странные, они похожи. Если мы опять вернемся сюда, на сторону, где есть центр с крэйзи элементом. Желтый центр, он обычный, а белый с крэйзи элементом. То здесь вращаем так, вращаем так. Ничего удивительного. Здесь же мы видим, что вращается вот этот слой, а вот этот остается на месте. Так как вот эти три элемента уже принадлежат вот этому крайний элементу, кружку. И, если вращать три слоя, то они уже вращаются совместно. Ну, вот такие вот особенности. Не совсем понятно, как это все должно работать. Но, в принципе, собирается не так уж и сложно. Я напомню, что это кубоиды серии кубик, хотя в названии у них такого нет. Мы видим вот три на три на девять, и это слово еще сохраняется. Кубик значит, что их можно, как кубик, мешать. Ну, три на три. Ну, я так предполагаю, что именно с этим все связано было. В этой серии, но без крэйзи элементов, есть кубоиды крупнее. Они на заднем плане. Три на три на тринадцать, три на три на пятнадцать. И поменьше какие-то. Собираются все непохожим образом. Но, есть и кубоиды четные. Три на три на десять. И у них есть некоторые особенности. И, по идее, это восьмисвойные кубоиды. Три на три на восемь. Здесь должны быть похожие. Но из-за вот этого крэйзи элемента, все здесь работает немножко не так. Версия вторая, вот эта, она равносильна кубоиду три на три на девять с некоторыми особенностями. Но, версия первая собирается, ну, чуть более сложно. Хотя, тоже достаточно интуитивно. Что здесь может удивить неподготовленного любителя головоломок, это то, что на этих кубоидах возможен паритет на, ну, крайних слоях. Паритет имеет в виду необходимость перестановки двух элементов. Вот подобная ситуация, когда нужно переставить два ребра на крайнем слое, на обычных кубоидах невозможно. Есть необходимость перестановки двух элементов на каких-то средних слоях. А на крайних нет. Ну, это из-за того, что у нас есть вот этот кружок, который на самом деле является дополнительным слоем. И с белой стороны это как раз, ну, лишний слой. Получается, что это кубоид 3х3х9. Можем менять. Просто вот эти вот все четыре ребра белые с этой стороны, они одинаковые, так же, как и углы. Не очень сложные кубоиды. Имеют свои особенности в сборке. И давайте мы их, наверное, перемешаем и соберем. Если бы они не отличались по цветам, ну, из-за того, что разные партии производства, их можно отличать только по вот такому вращению. У первой версии круг фиксированный, у второй не фиксированный. По мне, проще версия 2. Давайте с нее начнем. Как перемешивать? Да, так же, как и обычные кубоиды. Вращаем. То, что вращается. При перемешивании они теряют свою форму. Вращается неплохо. Слоев здесь не так много, как на более высоких кубоидах. Становится громко-рельефный. Мы видим, что вот часть наклеек помещается под другие элементы. Какие-то элементы обнажаются без наклеек. Что-то здесь вот перестает вращаться. Ну, вот как-то перемешали и перемешиваем как трешку. Что-то вроде. Ну, давайте первой версии тоже. Тонкие слои. Главное, раньше времени не перемешать как три на три, иначе перемешивание будет некачественным. Крутится чуть похуже, потому что новее. Так, и вот. Два перемешанных кубоида. Давайте попробуем их визуально отличить, где какая версия. По внешнему виду, если не обращать внимание на красные и розовые цвета, это и непонятно. Найдем центр белый. Здесь так вращается. Здесь так вращается. в таком перемешанном состоянии, мне кажется, и невозможно определить, где какая версия. Только вот по цветам. Но если бы они были из одной партии, то и цвета были бы одинаковые. Соответственно, нужно привести сначала к форме кубоида, а потом уже определять, какая версия. Ну, если это будет интересно. Давайте соберем версию 2 в первую очередь. Как и стандартные кубоиды, начинаем со среднего слоя. Так, розовый, синий, оранжевый. Так вот, синий, красный нашелся. Ставим синий, красный, ребро среднего слоя. Дальше есть оранжево-зеленый. Так, зеленый. Сюда встал. Так, на другой грани оранжево-синий. И вот сюда должен быть розово-зеленый. Так, собрали средний слой. Теперь приводим к правильной форме верхней и нижней грани. Ну, собираем ОЛЛ. Так, крест здесь нормальный. Должен получиться. Игнорируем желтый и белый цвета, как обычно. А нет, крест ненормальный. Здесь вот надо понимать, что вот этот элемент правильно ориентирован, вот этот и вот этот правильно. А вот эти, вот эти неправильно. сейчас смотрим только на ребра. И получается, что они, все было хорошо, это я не так сделал. Сейчас галка. Давайте сделаем галку. И вот получился крест. Так. Ну, ситуация здесь не совсем понятная. Я сделал что-то не то. Один момент. Да. Немножко поторопился. Вот у нас крест. Давайте соберем крест на другой стороне и потом вернемся. Не будем торопиться. Так. Здесь это палка. Так. Вот теперь получаем рыбку. Рыбку, причем а нет, не рыбка. Вот это тоже правильно ориентирован уголок. Вот эта вот разность в уровнях она путает. У нас получились глаза. Вот эти вот шесть элементов правильно ориентированы. Вот этот седьмой и вот это получается глаза. R2D R'U2 R D' R'U2 R' Так. Без приключений у нас OLL А, ну это стандартная рыбка. Я ее просто не узнал. Да? Это рыбка. Тех, кто не узнал вот это одно и то же. Ну и вот это вот какофония и вот это один и тот же OLL-алгоритм нужно здесь применить. Да? Разные уровни, разные цвета, но главное, что вот эти вот три уголка имеют определенную ориентацию. Выполняем рыбку. Так, и OLL собран. Так, ну дальше. А здесь можно начинать в принципе с любой стороны. Давайте с белой. А здесь что? Не вращается. Вращается вот так. Соберем какое-нибудь белое ребро с нижней стороны. Вот с розового давайте начнем. Здесь много розовых элементов. Отводим в сторону. Подводим место. Вставляем розовое ребро. Поднимаем наверх. Так. Из-за что мы не можем вращать вот этот верхний слой здесь, но можно это обойти. Дальше. Что у нас тут есть? Вот синее есть. Полностью собранное. Поступаем таким же образом. Синее собрали. Дальше ищем. Ну вот. Вроде бы только кусочек от белого, но мы объединяем его со вторым кусочком и сразу получаем здесь кучу оранжевых элементов, которые можем поставить на место. На вид сложнее, чем на самом деле. Так. Дальше. Опять неполноценная белая ребрышка. Его нужно с чем-нибудь соединить, а не с чем. Значит, оно где-то вот здесь. Опустим. Вот это наверное зелененькое будет. Что-то поменяем. Давайте посмотрим. Да. Вот оно. зеленое. Зеленое. Три элемента. Так как убоет 3х3х8, то от среднего слоя с одной стороны будет 3 слоя, с другой стороны будет 4. Ну и с белой стороны слоев будет 3. Ну четвертый это как раз вот этот кружок. Так. Зеленое. Так. И вот получился крест. Все хорошо. Дальше собираем уголки. В чем здесь особенность? Мы не можем вращать верхний слой. Можем вращать только вот с этим. А значит нам нужно делать так, чтобы уголки собирались максимально внизу. Потом нам их только переставлять. Давайте посмотрим есть ли что-то. Вот два оранжево-зеленых третьего нет. Какие еще таких нет. Красно-синий у нас здесь есть красно-синий уголок целый крайний к нему бы хорошо добавить еще красно-синий который вот этот получается нет вот этот наверное да вот этот надо бы отсюда достать как мы его отсюда достанем ну выбьем чем-нибудь неважно чем R2 U R2 U R2 U достали оттуда элемент подгоняем вот на собранный уголок и устанавливаем чтобы отсюда переставить вот сюда между синим и розовым ребром тот же алгоритм для трех слоев так и вот часть уже собрана так дальше смотрим у нас здесь есть розово зеленый если у него остальные элементы есть можем отправить так 3 отправляем вот сюда так вот эта особенность которой нет других кубоидов без вот этого crazy элемента дальше оранжево зеленый так а нет у него нет третьего элемента не будем ставить он видимо вот здесь находится также здесь находится два нужных элемента но мы просто давайте что давайте вот именно этими выбьем все что здесь соберем сначала синий оранжевый но потом зелено-оранжевый само оттуда извлечется так комбинируем синий оранжевый вот видимо уголочек а вторая часть вот такая вот где-то скрыта она под золотыми элементами вот нас три сине оранжевых располагаем по диагональке ну и все получилось так остается зеленый оранжевый отправляем их сюда же так половина собрана дальше сверху нас четыре слоя вот этот слой это средний а здесь будем собирать все как обычно но применяем мой метод сборки уголков которые за два применения позволяет собрать все нам нужно делать так чтобы нам не приходилось хотя нет здесь не важно в этой версии как угодно собираем уголки ничего страшного нет мы видим что углы четвертого слоя собраны дальше на третьем слое у нас есть глаза ставим слева на втором тоже глаза и на первом тоже глаза здесь даже за одно применение алгоритма все соберется причем здесь даже можно сделать классический т1 из скобика 3х3 но я на всякий случай покажу кубоидный вдруг кто-то не знает r2 u r2 u r2 u u d 3 слоя 3 слоя r2 u u r2 но здесь уже получается два слоя мы обратно возвращаем то что кружок будет третьим здесь вот в этом можно ошибаться так собрали уголки ну если бы требовалось собрать больше наверное второй версии будет такая ситуация просто еще раз применить алгоритм и можно его делать для каждого слоя по отдельности углы собраны дальше собираем ребра анализируем что у нас есть опять начинаем от центра на четвертом слое у нас нужно переставить два ребра это паритетный случай на третьем переставить нужно три ребра это прямой юперм стандартный случай на втором слое у нас зперм нужно переставить 4 ребра за один раз не получится и на верхнем слое обычный юперм Ну, а на четвертом паритетном случае не самый удобный, поэтому и можно пожертвовать, ну как пожертвовать, преобразовать его к более удобному И что можно сделать? Можно просто прокрутить для всех четырех слоев классический Uperm Здесь можно применять любой алгоритм, ограничений нет Давайте я покажу классический способ для вот этих четырех слоев F2, дальше вот четыре слоя будем вращать M2D, R2D' M2D, R2D' F2 Для того, чтобы не путаться с количеством слоев, можно применять алгоритмы из кубой U3 на 3 на 2 для скоростной сборки R2U, R2O, R2O2, R2O2 и повторить все это То есть не надо вращать нижние слои и путаться где четыре слоя к T3 Так бывает удобнее Так, ну и вот паритетный случай и тут паритетный случай А нет, это обычный Uperm Давайте сначала обычный Uperm для второго слоя решим Так И вот Здесь все вращается, несмотря на crazy элемент И вот вращаться перестало Но мы можем повернуть средний слой А вот этот останется Так, что-то я тут Напутал Да, я ошибся Все почему? Потому что я не стал использовать алгоритм, который только что произнес И немножко разрушил Сейчас я это починю Вот я все восстановил Почему такое произошло? Да по той причине, что мы уже близко к ранним слоям И при движении M2 у нас перемещается центр И получаются какие-то ограничения на вращение Поэтому для верхних слоев лучше использовать алгоритмы безопасные Которые не перемещают центры Ну или затрагивают только движения R и U Ну и как раз я уже один озвучил R2 U R2 U Вращаем только второй слой движением U R2 U2 R2 U2 И повторяем R2 U R2 U R2 U2 R2 U2 Так, слой собран И остается паритетная ситуация Опять же, чтобы не путаться Я применю тот же самый алгоритм Ну, вместе с сет-обмолвом Как обычно мы сдвигаем вот эти два элемента туда Сюда подставляем зеленый То, что U1 перемещает вот этот элемент сюда Этот сюда А этот зелененький вот сюда И вот на этом месте Как был зеленый, так и останется А эти соберутся Что хорошо И вот с такого положения Делаю тот же самый алгоритм Который сейчас демонстрировал Ну, все для третьего Или даже, вернее сказать, четвертого слоя Ну, я буду Держать им большой палец И левой руки вот здесь Чтобы не ошибиться Включаем R2 U R2 U R2 U2 R2 U2 R2 R2 U R2 U2 R2 U2 Ну, если Учесть вот эти небольшие ограничения То этот кубовит Действительно мало чем отличается От 3 на 3 на 9 Ну, чуть повеселее собирается И нам, к сожалению, не выпала паритетная ситуация Давайте мы ее смоделируем И я покажу, как она решается Решается и моделируется очень легко Это когда нужно два элемента На верхнем слое поменять местами Мы сейчас меняли на средних слоях И для этого стандартный алгоритм используется Здесь же нужно поменять на крайнем слое Да, и понятно, что нужно отправить наверх Поменять вот эти два И вот эти два местами Эти два встанут на свои места А эти, не важно, как стоят Им все равно Они одинаковые Вот и все решение паритета Версия 2 собрана Переходим к версии 1 Начало сборки здесь точно такое же Мы собираем средний слой Любыми доступными способами Синий-оранжевый Дальше синий-красный какой-нибудь Есть и есть вот здесь Синий-красный Красно-зеленый Так И остается зелено-оранжевый Средний слой Собран Далее ориентируем элементы крайних слоев Я на всякий случай, наверное, покажу Нестандартные ситуации, которые бывают При сборке Слоя Нам не выпало На предыдущей версии Ну вот Здесь очевидная палка А бывает такое, что Рядом с центром Только одно Либо три правильно ориентированных ребра Ситуация нехорошая Ее нужно исправлять Так как крест мы здесь никогда не соберем То есть вот центр И одно ребро ориентировано правильно Все остальные ребра ориентированы неправильно Как это сделать? Нужно просто опустить Место, где должно стоять хорошее ребро Вниз Здесь подогнать правильно ориентированное ребро И поднять вверх Причем если у вас на одной грани Ребра ориентированы корректно То и на другой тоже будет Если вы переживаете, что вы будете опускать грань А на этой грани не найдется нужного ребра То просто нужно сдвинуть Вот этот слой Возможно оно было вот здесь И вы его просто при опускании Вот этого ребра Поднимали отсюда хорошее Ну интуитивно поймете Главное, что Нужно Позаимствовать Правильно ориентированное ребро С нижней грани Дальше здесь собираем Крест Так Ну здесь хорошо Все Здесь Видим Так Тут вот галка Это неправильно ориентированные ребра Я даже не пытаюсь применять какие-то Некрестовые ОЛЛ Так как у нас вряд ли здесь что-то соберется Углы еще нужно ориентировать Видим Крест собрался Один уголок ориентирован правильно Три нет И опять же Это может быть похоже на рыбку И давайте сделаем рыбку Она естественно нам все не соберет Собралось все Кроме одного уголка Собираем на другой грани А, ну здесь у нас есть странной блок Здесь понятно, что вот это вот На нас смотрит элемент Нужной стороной Этот блок, такого ОЛЛ не бывает Это и не глаза И не уши А значит Мы не развернем стандартным способом Здесь все что нужно Как опять же решать Нужно забрать С нижнего слоя Ну или наоборот с верхнего Блок с правильно ориентированными элементами Вот здесь К примеру неправильно Опускаем И заменяем на тройный блок Где все хорошо В итоге у нас Одна сторона правильно ориентирована А на другой какой-то базовый ОЛЛ Ну, та же и рыбка Понимаю, что выглядит это Не совсем похоже на эту Но со временем можно привыкнуть Пока все точно так же Как на предыдущей версии Ну, с одной Мы собрали всякие ситуации Далее Собираем Какой-нибудь слой Давайте попробуем Собрать белый Хотя можно Наверное удобнее С желтого начать Давайте белый Почему нет Здесь у нас Не вращается Вот так он так вращается Что не очень удобно Мы видим Вот здесь Вот много красного Добавим С нижнего слоя сюда Чего-нибудь красного И вот один ус Будет готов Один ус есть Дальше Оранжевый Нам нужно Опять же Три слоя всего лишь Собрались Какой у нас есть еще Зеленый Есть И синий Ну, синий сам собрался Здесь без особых хитростей Крест есть Что у нас сверху вращается Это не вращается Вращается вот так Но опять же Как и на предыдущей модели Максимально Собираем уголки Снизу Чтобы большой пачкой Переставлять Так Есть у нас Синий Оранжевый Так Найдется ли Третий Третьего не нашлось Поэтому давайте Его откуда-нибудь Извлечем Он как раз Вот здесь Ну, отсюда Каким-то другими Элементами Его извлечем Так И теперь Синий и оранжевый Должны собраться Два Три Ставим И сюда Переставляем Так Один уголок готов Дальше Мы видим Кучу уголков На своих местах Что не очень хорошо Какой у нас тут есть Зеленый Оранжевый Один есть О Есть даже Все три элемента Давайте Заодно поставим Так Собрано И Ну Надо что-то Отсюда Извлекать Так Зелено-красные Два Зелено-красных И вот здесь Нам будет Не очень удобно Вращать Вот этот слой Поэтому Вот два приема Лучше сделаем Какими-то Рандомными Элементами Выбьем То, что здесь Объединим Все три И поставим Уже на место Так Ну и остается Повернуть Здесь То же самое Сначала Соберем Нужные элементы Отведем В сторонку Выбьем То, что здесь Да, можно было Только для этих Двух слоев Провернуть Этот алгоритм Можно Это неудобно С возвратными Словьями С криво Крутящимися Элементами Не хочу Так Быстрее Так Ну вот Половинка Готова Дальше Смотрим Что здесь Четвертый слой Углы Собраны На третьем Глаза На втором Глаза И на первом Глаза Опять же За один алгоритм У нас уголки Соберутся Если же нет То надо делать Так Чтобы Собралось За два Это не так сложно К примеру Если бы у нас Были бы здесь Какие-то другие Ситуации Мы бы Сделали Т первым Включая Четвертый слой Чтобы он Разобрался И за второе Применение Собрался Будет здесь Где-то копье Либо тоже Собранный слой Потому что Нижние слои Здесь желательно Не использовать А лучше вообще Не использовать Причем Остроже Чем на предыдущей Модели Ну а сейчас Просто сделаем Для трех Верхних Можно Кстати Применить Обычный Т первым Так И уголки Должны Собраться Почему я Применил Обычный Т первым Потому что Три слоя Так как раз Слой вращения Как три на три Кубика Дальше Ребра На четвертом Слое Опять у нас Паритет На третьем Опять у нас Z-Perm На втором U-Perm И на верхнем U-Perm Так Ну давайте Для Трех Верхних Слоев Сделаем U-Perm Классический Причем здесь Не надо Делать U-Perm Из Кубика Три на три Так как Они развернут Там правый Центр И у нас Перестанет Вращаться Четвертый Слой Этого Не нужно Поэтому Делаем Кубоидный Но Опять же Ну Здесь Для Трех Слоев Можно Использовать И вот Этот Но мы Не будем Чтобы Не ошибиться R2 U R2 U R2 U2 R2 U2 R2 U R2 U R2 U2 R2 U2 Так Что Собралось Ну Собрались Верхние Слои Остается Третий Слой Не Собранный И На Четвертом Слое Паритет Давайте Соберем Третий Слой U1 Нужно Сделать Обратный U1 Давайте Попробуем Надеюсь Я не Ошибусь Использовать Опять же Лагаритмы С кубой D3 На 3 На 2 Я его Использую Реже Он Ну Немножко Более Разнообразный R2 U' R2 U R2 U2 R2 U2 R2 U R2 U R2 U R2 U2 R2 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 Нет Я Что-то Сделал Не то Сейчас Починим Опять не то Вот Ну Чуть-чуть Ошибся Исправил Когда не видно верхнего слоя, трудновато. Так, ну собрали. Остается паритетный слой. С ним будем делать все аккуратно. Отведем в сторону. Подведем красный элемент. И для третьего слоя сделаем Uperm через RU. Что получается? R2 U, 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 R2 U давайте вновь его смоделируем и вот два элемента нужно переставить и естественно решается он точно так же как и на другой модели и к чему все это я продемонстрировал все собрано а чем отличались сборки то если мы будем действовать аккуратно и не использовать нижний слой без необходимости то собираются они одинаково я пробовал также собирать вот подобную версию в 3 на 3 на 6 сначала не белую сторону а желтую это же это возможно если вы обладаете хорошим багажом знаний различных алгоритмов то все решается самостоятельно я не смотрел никаких обучающих видео по 3 на 3 на 8 супер все собралось на основе тех знаний которые у меня были причем вот этот старый 3 на 3 на 8 лежал до тех пор пока не приехал вот этот а лежал он достаточно долго не стоит их бояться не очень сложные интересные кубоиды четные забавные вторая версия наверное попроще есть меньше различных ограничений ее можно собрать примерно как 3 на 3 на 9 что ничего сложного здесь просто быть поаккуратней на первой версии не знаю почему и на такая обозвали возможно какие-то их особенности я не нашел но собрал уже не один раз и ничего сверхъестественно не обнаружил если вы хотите разнообразить свою коллекцию четными кубоидами то это неплохой выбор можно купить какой-то один из них примеру 2 и особо много не потеряете а на этом все всем спасибо всем пока